Готовы? Посмелилась, очень нужны собаки, птичьи морские, мне бы теперь мой зайчишку на обед словить, посереву-ка здесь, за кустом, я зайчью поводку знаю, коса обязательно на эту поляну вернется, тут-то я его и словлю, но то и леса, чтобы зайку перехитрить. Здравствуй, брат, ты чего дрожишь? Ты не лиса, гоняешь. Ты не бойся, нас двое, я тебя выручу. А как ты меня выручишь? Она нас двоих увидит и за нами погонит. Не, она вот так другого поймает. А двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Я до сих пор в себя прийти не могу, я вся дрожу. Если бы не братец, это он тебя из беды выручил. Сам, говоришь, она тебя чуть-чуть до ушей не схватила. Чуть-чуть не считается, я бы от нее и сам убежал. Вечно ты хвастаешься, никуда бы ты от нее не убежал. Если бы не братец, это он тебя из беды выручил. Мне помощи не надо, я заяц голубой. Мне помощи не надо, я заяц голубой. Не рада, ох, не рада, потому что ты такой. Я знаю, вам прекрасно, что делать без лисой. Напрасно, ох, напрасно, ты хвастаешь косой. Попробуй-ка, поймай-ка, слаби меня, слаби. Зазнай-ка ты, зазнай-ка, с огнем ты не шути. Мне слушать надоело, как ты весь день борчишь. Не дело, ох, не дело, не дело говоришь. Смотри, смотри, ружье охотник оставил. Скачем дальше косой, а греха подальше. Погоди, погоди, ты ничего не понимаешь. Что ты косой, свое мне ты умеешь. Едва алисы спасся, а теперь под ружье лезешь. Я знаю, что я делаю. Сегодня ровно 10 лет, как я в лесу живу. К себе сегодня на обед я волка позову. Мы вместе курицу сведем, потом часочек рядом вместе поселим. И песенку споем. Мы с ним, старинные друзья, характер наш похож. Мы вместе ходим, он и я, на кражи и грабеж. Как жаль, что в честь такого дня на праздничный обед Среди припасов у меня сегодня зайца нет. Пойду полезу за птичьим двором. Может, какая-нибудь курочка зазевается, я ее и словлю. Чего ты отстаешь? Что-то мне не по себе косой, не дело ты задумал. Ты меня еще учить будешь. И ни с кем ты никогда не посоветуешься. А зачем ни с кем ты советоваться? Я сам себе головам. Одна голова хорошо, а две лучше. Видишь, что ты всего боишься? Нечего тебе отгрожать. Не видишь? Ружье у меня. Иди за мной смелее. Я уж и так иду. Никого дома нет. Тем лучше вылезть, тем меньше крику. Ну что? Иди, 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 не бойся. Лисой пахнет. Надо окна открыть, горницу проветрить. Как же ему тут жить будем? Ничего, привыкнешь. Она воду кипятить поставила, ведь она скоро вернется. А ты не теряй времени. Крыши капусту, будем чевырить. Надевай лисе передней. Ха-ха-ха. Где же там видно, чтобы заяц в лисе нарежил? А где это видно, чтобы заяц с ружьем по лесу гулял? Никогда этого не было. Жили бы и жили, как все зайцы живут. А зачем мне, как все зайцы жили? Зажжье я достал и стой из дома выгнал. Ты ее еще не выгнал. Она сейчас вернется. Посмотришь, как я тебе сговаривать буду. Погоди, погоди, кажется, кто-то идет. И пуха за хвост поймала. Сытно волка накормлю. Очень серого люблю. Лиса, ну что ж, добро пожаловать. Я вся дрожу, что ты сейчас будешь. Кто же это мою дверь открыл? Это я дверь открыл. Добро пожаловать, Лисонька. Что ты здесь делаешь, косой? Это не я ли тебя вчера чуть-чуть за уши не схватила? Только теперь не я тебя. Опять мне бегать будешь? Очень хорошо. Нечего тебе облизываться. Как же мне не облизываться? Давненько я заичатенько не пробовала. Назад! Сейчас я из тебя. И что я сделаю? Откуда у тебя ружье? Перестань целиться. Что? Пугалась? То-то-то. Теперь я тебе ни капельки не боюсь. Что это значит? А то значит, что мы тут живем и жить будем. А где я жить буду? Мне же какое дело? Я сегодня именинница. Поздравляю тебя. Я к себе полка на обед пригласила. Придется тебе перед ним извиниться. Пусти меня, косой. Давай вместе жить. Я тебя не трону. Знаю вас, рыженька, кровавого чуда. Добрый дверь. Я тебе ни капельки не боюсь. Ну ладно. Хорошо. Я тебя еще отомщу. Раз, два, три, четыре, пять. Выше зайчик пострелять. Вдруг ты в лесу отвлекаешь. Зайчик, ты в лесу стрелять. Бим, бам, ой-ой-ой, не придет весна домой. Ушла, ушла. И след хвостом завести забыла. Хорошо бы все обошлось. Ож ну что с ней грубо разговаривал. Грубо? Пусть спасибо скажет, что я в ней сразу не выпалил. Щи готовы, садись обедать. Сорока видела, как я сегодня с ружьем по лесу гулял. Сегодня к вечеру все обзавитываются. Полопаются от зависти. На чего ж лиса перепугалась, когда я в нее прицелился. Стойте и не шевелитесь. Пап, я боюсь. Пап, я боюсь. Я сама боюсь. Нашим братом пахнет. Нашим. Пошли, ребята. Кто там? Откройте, это мы. Это голос братца. Это мы, откройте. Это голос сестрицы. Пронюхали. Здравствуй, братец. Здравствуй, сестрица. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте, тетя. Садитесь. Поздравляйте, братец, с ружьем. Спасибо. Если не шутишь. Где ружье-то? Можно посмотреть? Пап, смотри, ружье. Мам, смотри, ружье. Не подходите близко. Нельзя ружье трогать. Нельзя. Настоящие. А ты что, не видишь? Конечно, не игручишь мне. Как у вас тут хорошо. Какая кровать. Такие мягкие подушечки. Ух, и перо. На них мы спать будем. Какой стол. Какие табуреточки. На них мы сидеть будем. Ты что же, всегда зажить будешь? Не знаю, семья может быть и в медвежью белогу переберусь. А как же все зайцы говорят, что мы теперь вместе жить будем, раз у нас на всех одно ружье. Мало ли, что говорят, мое ружье. Где захочу, там и буду с ним жить. Ты что же, со своим ружьем от всего нашего племени отбился. Что же мне теперь прикажете на часах возле вас с ружьем стоять? Много вас. Ружье одно, а я один. Не ожидал ли я тебя такого заяц. Не ожидал. Если бы у меня было ружье, я бы поступил иначе. А ты думаешь только о себе. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Стыдно. Вон, слышите, волк идет. Я в кустах сегодня рано съел рогатого барана. А потом пошел в лесок, да поспал еще часок. Оглянуться не успел, да обед поропел. Извини меня, лиса, опоздал на три часа. В гости я иду, голодный. Съесть могу я, что угодно. Так ужасно есть хочу, что любого прохочу. Чем напомню, то и съем. Не попрызгаю ничем. Извини меня, лиса, опоздал на три часа. Зачатый парень и на рыжий зайца кромить меня будет. Отворяю рыжий, господи, шел. Нет здесь никого рыжий. Провалив отсюда серый. Что я слышу? Лиса зайчем голосом разговаривает. Ну, его в каждой битвое отворяется. Отворяю рыжий. Нет здесь никого винильнице. А кто же здесь есть? Мы зайцы. А много вас? Всем пять и один раз ждем. Ха, зайцев я съем, а мы ждем закушу. А ну, попробуй закуси. Ну, ты это, мы очень ждем. Ждет, ожидайте, что тебе от нас надо. Мне вас надо, мне лесу надо. Ни с этим не обожаю. Вот это уже трюка разговор. Нет здесь больше моей лесы. Она здесь больше не живет. А нам сегодня на обед не гашал. Знаю, знаю. Она велела тебе передать, что обеда сегодня не будет. Приходи через год в это же время. Поехали, что все равно как-то в тюрьме. Ну, когда это еще будет? А сейчас проваливай чудо живей. Вот мы уже с дырявочкой. Дядь, тетя, отброшь, это я. Пошли меня, отброшь, меня волшка съест. Здравствуйте. Здравствуйте. Скорость у всего леса к нам там зайца перебегут. Мне некуда будет дружье поставить. Не беспокойся, они прибегут. И мы сейчас пойдем. Пойдем все равно, пойдем, дочка. Пошли, ребята. Стойте, завтра утром мне капусту принесите. Да посвежее, да побольше. Сталкиваю волку с лесой и скажу, чтобы они вас не трогали. Ну и ну... Ну как хотите. Так и хотите. Была бы честь предложена. Ну и нахалживайте, братья, тебе солнце, это заяц, как я покляжу. Таких, как ты, в нашем роду еще не было. А еще неизвестно, что тебя ожидает. Известно, известно. Проваливайте отсюда, жрень. Раскаркался, как старая ворона. Ничего тебе не известно, ничего тебе не известно. Все мне известно. А ты почему остался? Мама с папой сказали, что я сегодня в лесен домике переночевал. Они на огороды уехали. Пусть и у нас переночевают. Ладно, ложись на полу. За печкой. Хорошо, спасибо. Лягу. Я спать хочу. А ну, как волк к нам ворвется в дом и всех нас ест, что тогда будем делать? А ружье. А ну, как лиса через окно к нам глядит, что тогда будем делать? А ружье. А ну, как лиса с волком договорятся. Да еще медведя на помощь с тобой позовут. А ружье. Замолчи. Я спать хочу. Все-таки нехорошо, чтобы мы со всеми зайцами поссорились. Ведь ты из ружья-то еще стрелять не умеешь. Я все умею. Замолчи. Я спать хочу. Честное слово говорю, ружье не заряжено. Да, это все равно, что простая палка ни в кого не может выстрелить. Честное слово, я не вру. А ты никому не рассказывал? Никому. Фух, устала, еле дух переношел. Они еще спят, надо их немедленно разбудить. И сайлок уже знает, что ружье не заряжено. Конечно, надо их будить. Только он сам того не стоит. Хвостун несчастный. Он очень огорчил нас вчера. Но не предупредить его об этом было бы нечестно. Тогда давайте поторопимся. Спят, зайчики, спят. Дрыхнут косые. Тише, тише. Мне бы ему киросочек укусили. Ладно, оставлю тебе кусочек. Только поженю, я жальненькая. А зайчику мы вместе сидим. Хорошо? Только мы не сразу. Мы сначала поиграем, будто мы ничего не знаем. Кто там? Это я, косой. Я, лиса. Зайди попозже. Я спать хочу. Ты уж извини, косой, что я тебя разбудила. Дело у меня к тебе есть. Какое такое дело? За вещичками пришла. За какими такими вещичками? Отдай мне, косой, мои подушечки плоховые. А я на чем спать буду? Не верну. Отдай хотя бы маленькую домочку. А я пуху найду, чтобы подушечку набить. Ладно уж, домочку верну. Погоди, погоди, он сейчас сам выйдет. Спасибо, косой, век не забуду. Знай, наши, мы зайцы добрые. Добрые? Да не все. Слышала, как ты вчера своих родственников из дому выгнал. Все у тебя или еще что скажешь? Не мне тебя судить, сам себе голова. То-то же. А хочешь, я тебя к себе на работу возьму. А много не работы. Да какая у меня работа? С утра встанешь, воды из колодчика несешь. Сядешь, посидишь, бедки вскопаешь. Стол накроешь, посуду помоешь. Сядешь, посидишь, перьем остираешь. Сядешь, посидишь. Вот и вся работа. Целый день сиди, отдыхай. А что с меня за это? А я в тебя стрелять не буду. Ладно, косой, пойду к тебе работать. Будешь меня заичать. Не будешь? Не пойду. Ну-ну, я-то девшонок не люблю. А покажи, косой, как у тебя ружье стреляет. Оружья-то нету! Я за это съем. Нет, это мой домик. А ты мне на обед не пушал. Спасите! Помогите! А-а-а! Ага, зайцы, вот вы и попали. Сейчас мы вас отведаем. Сейчас и обед, и ужин. А что же вы в доме не заходите? Попробуйте, сразитесь с нами. Закрывайте их, ребята. Пускайте их с голоду и помирают. Откройте дверь. Откройте окно. Спасибо, братья, спасибо, сестрица, спасибо, пленяне. Мы тогда друг дружку выручаем. Става погиб и меня погубил. Я думал, что ружье заряжено. Оно и так заряжено. Ты еще просто не нажимал. А-ну, дай мне ружье. А-ну, в банк связай. Выходите. А-ну, зайчики, попались. Сейчас мы вас отведаем. Раз, два, три, поли. Надо было как следует, как следует. Сидешь, молчи, белок вот и храбрый. Все хорошо, все хорошо кончается. А кому-то это будет хорошим уроком на будущее. Кого-то больше не будет хвастать, зазнаваться и думать только о самом себе. Это про меня все. Да. Я бы на твоем месте не переспрашивала. Простите меня, пожалуйста. Я больше так никогда не буду. Теперь зашла стульишка в сарай от следа. Он больше зазнаваться не будет никогда. Не буду никогда. Да, да, да. Он больше зазнаваться не будет никогда. Сказка, ложь, да мне и намек. Добрым молодцам урок! Спасибо. 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 Спасибо.